В Сочи на ледовой арене Айсберг стартовал первый в России этап Кубка мира среди юниоров Кубок Черного моря. Открыли турнир соревнований между девушками. С самой же первой встречи российские спортсменки уверенно начали групповой этап. Лидеры сборной громили соперников, а те, кто на подступах в главной команде, тоже не отставали. Согласно международным правилам, страна, которая принимает этап, имеет увеличенную квоту. Благодаря ей свои силы на юниорских соревнованиях смогли попробовать и совсем юные саблистки. Среди них один из лидеров нашей кадетской сборной Алина Ключникова. Она смогла уверенно пройти групповой этап, но уступила в первом с бою на выбывание более опытной белорусской спортсменке Анне Сладковой со счетом 15-14. У меня, конечно, впечатления просто зашкаливают. Это самый мой первый этап. Боялась, что в пульке я проничу, все-таки вышла. Первый тревожный звонок для наших саблисток раздался, когда Ольга Никитина уступила в одном из боев в пульке. Я расслабилась, очень не проиграла один бой. Но потом удалось собраться и все остальные бои играла. И действительно, это только разодорило Никитину, и она показала лучший результат среди спортсменов с одним поражением. Что позволило ей подняться на высокое четвертое место в рейтинге. Кроме того, по результатам жеребьевки наши саблистки заняли практически всю первую восьмерку. Казалось, что пьедестал почета теперь точно окажется в копелке российских спортсменов. Но тут произошла главная сенсация турнира. Уже на следующем этапе японка Вакита охладила пыл нашей сборной, победив лидера российского рейтинга Софью Кузнякову. В группе я была с начала соревнования достаточно уверена. Просто, может быть, может быть, недооценила их соперницу. Потому что девочки приезжали тренироваться за пару дней, с ними не фиксировали, не казались такими сложными. Ну, как бы соревнования совершенно другое. Той человек, который не фиксирует на тренировке, может совершенно в другом фиксировать на соревнованиях. За свою соотечественницу с японками рассчиталась московская саблистка Евгения Подпаскова. Она в итоге и стала победительницей турнира в финале. Она одержала победу над другой нашей спортсменкой Светланой Шевелевой. А третьи места достались польским пехтовальщицам Марте Мазурок и Сильвии Матюшек.